Всем привет! Меня зовут Филиппов Андрей. Сегодня я покажу, как накачать боковой пресс в домашних условиях. Те упражнения, которые я сейчас покажу, подойдут как и для мужчин, так и для женщин. Все упражнения будут идти от самых простых и постепенно усложняться. Первое упражнение выглядит следующим образом. Мы стараемся достать руками до пяток. При этом нужно сохранять напряжение в ручном прессе. Уполняется оно таким вот образом. Оно является самым легким среди всех упражнений, которые вы сегодня увидите. Следующее упражнение называется скрученные. Уполняется оно таким образом. Ложимся, руки за голову и поочередно правым локтем достаем левую ногу, то есть левое колено. На каждый подъем мы выдыхаем. То есть, когда мы выдыхаем, мы стараемся напрягать наш ручной пресс. Следующее упражнение – это поочередные подъемы противоположной ноге. Уполняется таким образом. Сначала поднимаем вверх правую, либо левую ногу. Я поднимаю правую. И тянемся ладошкой, рукой до носка. Также к другой ноге. Ногу стараемся держать прямо. Скручиваться максимально. Для выполнения следующего упражнения нам понадобится небольшое отягощение. В моем случае я взял вот такой вот мячик весом килограмм 10. С ним будем делать наклоны поочередно меняя руки. Становимся. Ноги, короче, вместе делаем. И наклоняемся вправо. Вправо. Раз 20-25. Меняем руку и делаем влево. Также раз 20-25. Для следующего упражнения нам также понадобится отягощение. Поднимаем руки вверх и делаем наклоны. Влево и вправо. Обратите внимание, что мы делаем наклоны не от таза, то есть не вот таким вот образом. А таз у нас стоит на месте. Стараемся делать только корпус. Влево, вправо, влево, вправо. Также какой-то спандер можно использовать в альтернативу отягощения, то есть наклонов. Мы используем спандер. То же самое, что мы делали с мячиков, мы делаем с спандерами. Только будет качаться противоположная мышца. И также на другую сторону. Все упражнения, которые я вам показал, лучше выполнять в круге. То есть делаем каждое упражнение по одному подходу и перерыв между подходами 20 секунд. Одного круга в день будет вполне достаточно для того, чтобы сформировать красивый рельефный пресс. Но мы также не забываем о питании, так как без специального правильного питания мы не увидим долгожданные кубики на прессе. Также я не рекомендую делать в каждом подходе более 30 раз. То есть от 25 до 30 вполне достаточно. На этом все. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok